Кто сказал, что взрослые не могут поиграть в войнушку? Минувшие выходные на аэродроме Исюниха состоялся чемпионат Ивановской области по пейнтболу. Десять команд различных ведомств сразились между собой. Сегодня у нас проходят очередные соревнования областные по пейнтболу. Среди органов исполнительной власти Ивановской области, правоохранительных органов, сегодня принимают участие десять команд, которые соревнуются между собой. В два круга. Первый круг выявляет победителей и проигравших. Во втором круге победители играют с победителями, проигравшие с проигравшими. Правила красочной баталии просты. У каждого из игроков одинаковое количество патронов с краской. Сражение идет между двумя командами по жребию. Победят те, кто выведет из игры соперников и завладеет их флагом. Команда Следственного комитета против сборной ЗАГСа. Или сотрудники УФСИН против управления молодежной политики. На пейнтбольной площадке и это возможно. В бою одним важно не запятнать честь мундира, другим не позволить вогнать себя в краску. Триумфаторами чемпионата стала, как ни странно, команда департамента ЖКХ. Хотя, если вдуматься, чиновники в России должны уметь отстреливаться. Очень хорошая стратегия ЖКХ. Мы все время думаем, работаем. И самое главное, мы уже дважды были чемпионами на этих соревнованиях. Надеемся, что сегодня тоже победим. Но в конечном счете победа все же не главная. Ведь война на пейнтбольной площадке – отличный повод обзавестись дружескими и деловыми связями за ее пределами. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.